Эти книги, в которых наглядно показана или раскрывается тема религии в психологии преступников. Многие бандиты считают себя религиозными людьми. Практически все. Но это не мешает им заниматься наркотиками, грабежом или убийствами. То есть, вести нормальную цивилизованную жизнь. Как с религией у итальянских уголовников, как в латиноамериканских ОПГ, как с этим у нас. Если книги на английском, не проблема. Отлично. У всех с религией отлично. Есть воровское, эзотерическое знание, доступное не всем. Сейчас я тебе его открою, приготовься. Когда Иисуса Христа распинали на кресте, то вор украл один гвоздь. И в результате муки Христа сократились на четверть. После чего Иисус Христос разрешил ворам воровать. Такое эзотерическое знание. То есть, несмотря на то, что две ноги прибили одним костылем железным, почему-то муки сократились. Ну, в общем, они в этом не видят никакого греха, ничего плохого они не делают. Все хорошо, налажено. Если люди глупые, что их не обокрасть. У итальянцев и у латиноамериканцев полный порядок. Все в церкви ходят, все молятся. У итальянцев, так вообще, ряд филиалов мафиозных на Сицилии возглавляют священники. Доктора местные, сельские и не очень. Но у латиносов точно так же. Книги на английском я не встречал. Таких, которые разбирали бы конкретно эту проблему. Оно рассеяно по текстам. Оно рассеяно по текстам.